Камыш, или не камыш, а бамбук рвется. Пошел, отрезал от бамбука кусок, ну да, он его стащил, значит, трость нервнул, дуно работает нормально, да, малыш, да, вот. Вот. А потом, говорят, сомнения заправы. А что если не так? Сделал себе такое. Вот. Значит, вот такой инструмент, это пластиковый вариант, он его, поскольку тот сексифонист, он его представил как Орнек Сакси. Шалюмо — это покет Курамет, а это покет Сакси. Вообще, на самом деле, от сексифона здесь только вот теноровая трость. Вот она такая, вот эта трость, а тенор Сакси. Большой. Ой, сейчас мы будем нервную. Значит, что про этот инструмент сказать можно? Ну, во-первых, это инструмент для профессионального сексифониста. Вот. Любителю я бы не рекомендовал бы крайне на нем заниматься. Причины какие? Сакси, сейчас критикование очень есть. Значит, во-первых, у нас в стране не на стоят. Вот эту штуку я купил за 4 тысячи. А вот то, что продается... У вас за... Приду такого же. А вы видели за мной? Да. Да? Да. Стали за мной в карте. Интересно. Вот. Понятно. Ну, я лет... Сколько, три года назад искал, искал, только сурочного клуба. Потом купали на металл. Вот. Значит, а сколько он цена? Представьте. Порядка трех с половиной тысяч. Чемпотензионилы, как раз, конечно, дешевле, чем настоящий саксофон. Поэтому типа на нем должно быть. Вот сейчас я, значит, грудон. А вот это не учится. Вот, слушайте, я скажу. Во-первых, в нем... Форму штуки сделаны по самому инструменту. Методом штабовки. Внимать? Вот. Во-первых, он нельзя меняться, потому что качество этого штука. Понимаете, как вы. Вот. Во-вторых, форму штука... Вот. Посмотрите, он каварнетный, да? Вот дарилочку каварнет. Сюда. Видите, у каварнета, у него кончик-то все-таки тоненький, да? А у этого вот такая штука. Его рот засунули. Пост-проблема. Вот. И из-за этого, получается, что неправильная постановка. То есть, очень большая норвозка на бередние зубы. Для меня это вообще критично. Вот. Я... Тут даже пришлось... Маграну приклеить, чтобы он просто протирался передние зубы. Вот так. Ну, по-первых, главное возражение, это именно неправильная постановка. Такого штука нет ни у одного инструмента. Тем более, у саксов. Если вы хотите заниматься на саксофоне, вот этот муштур дальше от саксофона, чем у каварнета. Второй момент. Это неправильный саксофон. Вот. У него теоретически есть передувание, что-то там можно дунуть, но реально это мало у кого получается. Третий вариант. Аппликатура нестандартная. Вот эта нота, это не соль, как вы думаете, это лето. Аппликатура верхней руки использует мизинец в дианонической ноте, понимаете? То есть, вот все смещается на один палец. Ну, то есть, качество переходное... Переходное инструмент для обучения чему-то очень сложно, а он не подходит. Он, например, сам по себе и все. Да. Я бы сказал, в общем, так. Это инструмент для того, кому уже саксофон подают. Вот. Кстати, у него есть дорогие, аутентичные, более такие штуки из бамбука натурального. Захун — это переворится. Отсума Бабу, Захун, Бабу, Захун, Бабу, Саксофон. Вот такие бамбуки у нас не подают. Вот. Да. Такая пластика. Вот. Отсума выиграл это название. Захун, Бабу и Саксофон. Вот. Но, значит, ну, вот. Если, значит, какой бы путь может предложить духовику начинающему? Во-первых, если нету термина в конфлиете, термина в конфлиете. Почему? Это позволит оскорить ствол. Вивочные аппликатуры. Они, как я сказал, на планете не используются, но и тогда получаются. Например, у меня, вот недавно я начал играть в репрекистриантисимо, у меня долго это не шло. Я не мог понять, почему меня не теряло. Можно только сейчас. Помимо. Потому что верхние вот эти регистры, они уже идут на таком уровне, когда стандартные дырки уже, мягко говоря, не полно ложатся. Там где-то между дырками, на той очереди. И там приходится именно изобретать. Вот, чтобы такая аппликатура или немножко такая. В общем, я говорю, что для этих регистров прям целые, там, по 10 штук, может быть, одна аппликатура. И тут для творчества простое. Хочет так, хочет так. Вот. Заши вопрос. Опять же, сейчас. Об интернативных аппликатурах. Вот недавно мы, мне мой знакомый Миша Лазарик, наигранного в Офрейте, песни присылал мне, ну, мне Водин сказал, ты именно сыграешь. Я играю, вот, там, в самом начале, послушайте внимательно, значит, в начале идет ход, октавный. Логично, да, все можно сыграть. Но, вот как это у него было сыграно? Какое-то, что-то в этом было, тут слишком как трафиньер. А там было, вот, что-то, какой-то характер такой, необычный. Я стал думать, как же это дарится. Альтернативная аппликатура, то есть исход, да. Тут, значит, либо стандартная аппликатура, вот, шесть пальцев, а вторая, октавная, переходит, это вот один пальцем. Да, вот, прийти, стандартная аппликатура. Вот. А, есть, альтернативный. Чуть-чуть приоткрываем вот этот вот палец. Все открытые, а вот тут чуть-чуть приоткрываем. Да? То есть это, вот, именно, все открытые, вот это, первые чуть-чуть приоткрываем. Вот, то есть это результат такого творческого подхода. То есть это, что получается, не тупая такая октава, да и все. А получается, какой-то вот такой плавный переход, заметили, да, на уровне тембра. Да, тут тембр такой, а потом, ну, и перешел уже в октавный тембр. Почему? Потому что эта октава, она есть в той, ну, какая-то, ну. Вот. Например, у нас же такие вот варианты, да? Да? Кто-то хочет еще поиграть? Да? А, ну, возможно. А, ну, значит, начинайте.